Привет зритель! Сейчас тебя ждет обзор заказа с Азон. Последние разы на Азоне можно было на базе выдачи оставить коробочки и унести все что внутри с собой. Ну в смысле без коробочки, но теперь коробочки больше нельзя оставлять. Зато мне выдали два пакета под каждую коробочку, хотя я с собой взяла на всякий случай пакет один, чтобы вытащить все из коробочек, положить в пакетик с прошлого раза еще. У меня, короче, случилось так, что я делала человеку по просьбе трудящихся, по просьбе человека знакомой, в общем, заказ на ее имя с оплатой по получению. И внезапно оказалось, это 50-й заказ приходит мне на мыло-бонус 500 рупий. Я, значит, всем, кому не лень предлагаю, и знакомым, и друзьям, и подписчикам, но никому ничего не надо. И тут я понимаю, что у меня заканчивается черный чай, ну как бы черный чай-то еще как бы есть. Основная суть, что заканчивается зеленый чай. А тот чай, что я покупала зеленый и черный шен, он в единственном месте, где у нас продавался в магните, в нашем, причем в магните, в других магнитах города почему-то он вообще не привозился, как выяснилось. Он перестал привозиться, и там вот у нас в магните, ну, может, дня 4 назад я была, там осталось, короче, только две пачки черного чая, день хун, у меня про запас еще есть одна пачка, день хун, я такую задарила еще на 8 марта человеку, практически близкому родственнику, ну, друг семьи, скажем так. И я понимаю, что как бы вот тот чай, который зеленый, предоставлен в том же магните, пятерке дикси, он, ну, не то, что мне хочется. В Ашане, ну, не нравится мне то, что там предоставлено по каким-то разным меркам. Либо вот я как бы не пробовала, либо пробовала, не нравится. Ну, вот в Ашане внезапно я увидела, что есть зеленый Азерти, вот как раз уже после того, как оформила заказ в Азоне. Ну, в общем, у меня тут запас чая случился. Я, конечно, не все эти 500 бонусов выстратила, но где-то вот вместе с бонусами Азон, с бонусами спасибо у меня на 992 рубля, что ли, вышел заказ. И первое, я-то думала, вот будет небольшая коробочка и чуть побольше. Но была вот небольшая коробочка, тут две вещи. И большая коробочка, я не знаю, зачем Азон тратит столько бумаги на упаковку, потому что в ту коробочку могла бы влезть и вот эта коробочка, и еще там прилично, мой кот, допустим. В общем, я тут так разрезала, что у меня вот так болтается. Мне очень хотелось одну пиалочку. Я поняла, что у меня нету пиалочек таких плоских. Я не знаю, правда, вот по виду там все такие вот выглядели. Она такая же, похожая на мою пиалочку, что у меня дома оставшаяся. Или все-таки именно та, которую я предполагала, думала. И, короче, у меня последняя тарелка, можно сказать, закончилась, глубокая керамическая глиняная или как там ее, в которую можно сунуть в микроволновку, и она без ободочка. Все остальные глубокие с ободочками. Вот там металлический, там этот золотенький, серебристый, хрен его знает. А все остальные еще, которые можно сунуть, они плоские. Вот чтобы супчик разогреть, нечего мне сунуть туда. Вот только если ту пластиковую фигню, но она у меня сейчас грибами занята, солеными, я думаю, они уже умерли, потому что мне недели две назад выдали грибов соленых, угостили меня. Я про них забыла. Не, я их поела, но про них забыла, подозреваю, что они все-таки сдохли. Короче, в общем, глубокой плошки у меня нема. А так хочется. Есть одна глубокая плошка, но я в ней или салаты ваяю, или там воск топлю, когда мне надо, не воск, а этот по большей части. Ну да, и воск иногда. Мыло топлю, когда вот мне надо что-то такое. По большей части оно уже ушло вот именно на химическое мое, вот в тот плейлист химик Лёля. А вот чтобы супчик согреть. Короче, вот, а что-то болтаюсь, надо показать. Она упакована в пупорчатую пленку, еще все это было бумажкой проложено. Люминарик, бульонница. В общем, я заказала себе бульонницу. По-моему, это какое-то супер термоядерное стекло, которое можно как раз ссувать в микроволновку. Я не помню, по чем счастье, честно. У меня телефон на кухне, а там можно было бы как-то зайти с него в кабинет и глянуть. Блин, надо было, наверное, ножницы брать. Может-то я вот ее пупорчатую пленку, эту рву-рву, ломаю-ломаю. Она хлюп-хлюп. И никак не снять. Вот же, блин. Ну, короче, тут вроде как на пол-литра, 560 мл, но она действительно поменьше, чем та вот моя, которая, видимо, все-таки на литр. Я ее покупала вместе с микроволновкой уже лет 10 назад. Наверное, надо поставить на паузу и взять ножницы. Да. Я заодно глянула, сходила на кухню, как там мой суп варится. Короче, сейчас я вот тут ножницами это обстригу. Тут у нас наклеечка, ламинарик, бульонница, стеклянная. Сверхпрочное стекло. Можно мыть в этой самой посудомоечной машине. Ну и, соответственно, сувать в микроволновку. Во. И ушки такие вот. Как бы на картинке-то она выглядит больше, но я уже поняла, что вот та моя мисочка из фикс-прайса 400 мл, малюсенький такой тазичек на картинке выглядел, как тазища. И что эта стопудово будет чуть побольше, но тоже маленькая. но, в принципе, вот мне хватит чисто супу подогреть, да. Вот мисочка такая. И вот пиалочка. Она еще больше запакована. Тут такая вот фигнюшка мягенькая. А еще большой листик вот этих фигнюшек, которые можно подолбить. Пощелкать, короче, кахнуть за СМР. Вот к тому пакете пупырки еще. Пупырка. Тут вот нам внутри Виллмакс УК. Наклеечка. А вот ее как-то отсобачить. Сделана в Англии. И вот на жопке у нее тоже Виллмакс. Ну, она чуть побольше, чем я себе представляла. И, по-моему, она, ну, чуть-чуть, может, побольше или такая же, только что вот так они, совсем так. Как-то моя пиалочка да, подобная советская. Интересно, как эту наклейку отсобачить. Хорошо, когда копыта длинные, в смысле ногти на руках. Вот она отсобачилась. Я попробую завтра в ней венчиком взбить мотю. Вот. Она такая белая, без всякого рисунка. Там вообще изначально была такая, как бы, плоская, более круглая, ну, в смысле, более широкая донышко, плоская, вот как бы так вот пшик. Я по форме, как шапочка такая, татарская, я такую шапочку своей подруге из Казани проволокла. В общем, но пока я собиралась ее купить, ее купили. Зато вот, вот эту не купила, успела купить до того, как ее последнюю забрали. В общем, вот у нас тут две мисочки. И сейчас будет вторая коробень. Вот овощи! Я с этими коробьями сегодня в пятерку ходила. Откуда я уже обозрела? Но еще не ставила на монтаж. Вообще, видимо, может быть, это все буду завтра монтировать. Предыдущий ролик и этот. Бумажка! Бумажка! Вы мне мякните в камень-то. Может, я, конечно, уже спрашивала когда-то раньше. Вам интересно вот так вот пошуршать, поразглаживать эту бумажку в АСМРе? Потому что у меня, по-моему, в этой бумажке прилично. Но тут еще бумажка. Я какую-то куда-то уделываю, какая-то бумажка у меня еще убрана где-то в шкафу, в коридоре. И если вдруг интересно, то я ее как бы соберу вместе и ту, и другую и поразглаживаю как-нибудь на камеру или наоборот поскладываю по шуршу, короче. Блин, я так не хотела, чтобы она была на пружинке. И на сайте было непонятно написано двойная обложка, но без пружинки. Но шо ж сделать? Двойная обложка! Теперь я знаю, что такое двойная обложка. Тут две тетрадки в одной. Короче, мне надо было пару тетрадок, потому что как-то так получилось, что у меня обновилось приложение. Обновилось приложение. Все, что обновилось практически, точнее, после обновления, там сбились половина упражнений, которые я прошла, и фиг знает, было, что я проходила, а что я нет. Было отмечено, соответственно, все практически в некоторых местах проходить зазово. Это мое японское приложение. А я пишу рукописку, как бы слова, чтобы мне лучше их запомнить, и фразочки, и так далее, и тому подобное. И вот у меня все сбилось, я поняла, что надо как бы... Там в очередной раз исправили какой-то бак, и стало еще лучше, чем было. Но, допустим, в одном упражнении было полтора. А теперь они два отдельных. Ну и, короче, вот я поняла, что у меня надо еще одну тетрадочку. Но я не знала, что меня ждет такой прикол. Люди, если вы зашли на зоны, там написано тетрадка с двойной обложкой, то теперь вы будете знать, что это такое. Времена года, тетрадка с двойной обложкой, summer, зима, весна, лето, осень. Вот мне интересно, тут вот ученическая тетрадь общая 80 листов. И 80 листов. Тут каждая по 80. Или все вместе 80. Но я потом посчитаю. Короче, и вот еще, слушайте, какая интересная. Я тоже, как бы там не написано было, я не ожидала. Тут прикольно. Тут, короче, вот эта рыбка с пузырьками, она объемная. Я еще сначала так взяла, думаю, неужели побрали на тетрадке, написали, что это тетрадка. На самом деле, тут не побрали и не тетрадка. Тут рыбка объемная. Такая бархатная. Почему-то у меня такое сравнение. Знаете, бывает такая плесень объемная. Я не трогала объемную плесень, но что-то вот у меня ассоциация. Золотая рыбка. А тут у нас 48 листов изначально. Да, в клеточку, как я хотела. Кстати, а тут-то в клеточку хоть. В клеточку и без полей. Какое счастье. Я как раз хотела в клеточку и без полей тетрадочку. Потому что ту, которую мне Хадзикон задарил, она в линеечку. Ну, в принципе, удобно там эти... Я записываю сейчас. Какие-то слова я смотрю по приложению, как они пишутся. Какие-то я уже воспринимаю, как это пишется без подсказки. Так, дальше у нас идёт чай чойный. В общем, я там заказала себе чёрного чая 350 грамм в общей сумме. Потом зелёный там должен быть дракон. Я не помню, улун. И ещё этот самый. Мука. Была мука два по цене одного. Мука гороховая. Пудов. Две по 400 грамм. 800 грамм. Последний раз я... Первый последний раз я покупала муку в Ашане у нас. Но что-то я больше не ела эту гороховую муку в Ашане. Даже не помню, почём я её покупала. Я из неё делаю гороховый суп. Очень вкусно, кстати, быстро. Может быть, я где-то показывала на камеру. Может быть, я говорила в каком-нибудь стриме. Может быть, я в Инстаграм скидывала. Не знаю. Может быть, я собиралась это записать на камеру взбив блендером. Но так пока ещё в смысле мы миксером руки не дошли. Вот именно, что записать и взбить. Но вот тут он опять везде этот секрет. В общем, если у вас аккаунт на Азоне есть, забейте там этот секрет. Вам на мыло придёт какое-нибудь суперпредложение. Последний раз, по-моему, там было что-то такое, типа, сделай на 3,5 тысячи заказ, тогда тебе на следующий заказ бот был. Но у меня не набирается сколько сейчас. Это ладно, там какую-то технику заказываешь, тогда уже эти 3,5 тысячи в любом случае будет. В общем, вот, у меня там оставалось той муки, по-моему, гарница была, гарница мука была. И там ещё на один раз на суп осталось. Вот пудов. 800 грамм. Две упаковки по цене одной или как-то так. Ну, в общем, 90 рублей, по-моему, в наборе это стоило. Вроде как, за 90 рублей или типа того, я покупала свою гороховую гарницу. Как-то, в общем, я решила, что оно, в принципе, выгодно. По 45 рублей пачка. Тут у нас, да, это, наверное, надо как бы вскрыть. Но тут, я вижу, что мука немножко, как обычно бывает из бумажных пакетиков. Муки она слегка просыпалась. Я пока не буду вскрывать, я просто уберу про запас, потому что у меня на один раз ещё хватает. И вот тут у нас одна упаковка чая, там ещё две упаковки. Ну, так вот, зафигачи на этим. Где-то надо срезать, прорезать, подцепить. Вообще, я сегодня планировала сделать, начать Type-Tart, но я думаю, что я сейчас вот это обозрю и пойду хотя бы странички 3 сделаю. Да, наверное, легче просто ножницами тут где-нибудь прорезать. был какой-то чай, который, мне кажется, я покупала, когда ещё была в Казани. Мне кажется, в Казани я была ещё до того, как видеоблоги стала вести, снимать именно, канал вести, как именно, как видеоблог. Скорее всего, возможно, я писала просто постики в ЖЖ. Честно, не помню. Может быть, это уже было при видеоблогинге. Это вот у нас рай какой-то. В общем, это чёрный листовой чай, крепкий. По-моему, он средний листовой должен быть, а сам. Я почитала комменты и там, короче, именно то, что я хотела бы. Тут оно ещё даже запаковано. Там тоже как-то было два по цене одного, а в другом наборе там что-то три по цене одного или как-то так или просто набор такой, что вот столько-то рублей стоит одна пачка. Можно было купить одну пачку, а можно было купить сразу наборчиком две. Артикул RD200STR19, из которой как доллар. Сейчас я приближу. На паузу нажмёте и увидите. Не надо этот мусор, который бумажка. Вот этот хоть туда, что ли. Можно же и без АСМР немножко их полопать, да? Короче, мусор туда повёрт. Азер чай чёрный мне очень нравится, но вот чаще у нас встречается чёрный чай с какой-нибудь там бегемотом или, в смысле, с бергамотом, ещё с какой-нибудь чабрецом, а чисто чёрного чая редко увижу. Видела, чисто чёрный чай вот чисто в Ашане. И тут увидела зелёный чай тоже в Ашане и какой-то даже большой пакет, не помню, какого зелёного или чёрного чая в Ашане, но я уже как бы заказала на Озоне, поэтому не стала брать. Тут у нас гринти, сделана в Рашке, зелёный чай. Зелёный чай байховый, крупно-листовой, высшего сорта. Вот чёрный чай я люблю средний листовой, а зелёный всё-таки ну как бы чаще был от крупно-листовой, если обычный такой, в принципе достойный чай. Честно, не помню, почём. Ну и вот вблизи вот этот чай, чёрный индийский со значком. Кстати, сделан у нас в феврале 20-го этого года. Да, вот чёрный, чай чёрный байховый, индийский средний листовой, а сам. Срок годности 18 месяцев. Тут он значок этого индийского человека, который чай собирает. вот две пачки. У меня там ещё есть где-то треть пачки богини чая. И вот я покупала как-то Нури, потому что там был код бонуса с Азоном. Мне что-то так интересно было, я много-много раз видела, потом на Азоне посмотрела, действительно такая акция, у них что там какой-то код бонуса. Как минимум 100 рублей вы можете найти на пачке кода, который можно оплатить соответственно сколько-то там процентов от покупки. И этот самый, ну так как сейчас чисто у нас минимальный заказ на базу выдачи 500 рублей, то в принципе можно потратить полностью эти 100 рублей. И ещё вот Дянь Ху над Шеном. Теперь у меня будет две пачечки чёрного чая. И там ещё три. И вот вот у нас тут небесный дворец порох китайский зелёный чай. Храм неба. Ганнпаудер китайский зелёный чай. Панда. Зелёная панда. Зелёная панда я давно ещё когда в Феде училась покупала в Ярике что-то от зелёной панды всякое разное. я считаю, что это хороший такой чай. хоть он вроде как сейчас и покоится в Рашке, но я заметила вот есть что-то что покоится в месте произрастания и не всегда оно хорошее. Я помню как-то подруга купила себе чай вот в месте произрастания и поковался такая параша. Точно такой же вот, ну допустим тоже зелёный чай был и он поковался в Рашке но закупался в месте произрастания и он в разы качественнее. В общем зелёный чай зелёный байховый китайский зелёная панда крупно-ристовой в общем 100 грамм и ещё 100 грамм просто вот этот чай я вот видела уже вот ну пакетированный иногда попадался не именно такое вот чисто зелёная панда периодически где-то вот ну в Ашане можно где-то иногда увидеть пакетированный иногда в магните там в пятёрке диксе а именно чтобы не пакетированный зелёный там россыпью скажем так в пачке я вот видела только на азот в общем вот тут у меня ещё две пачки чая две зелёного две чёрного пакет мусор который можно переработать вот тут у нас вот эти три и ещё одна да-да я когда-то давно покупала гринфилдовскую сенчу она была хорошая но я вот в магазинах её крайне редко видела иногда видела на озон и то не всегда и тут я увидела и купила я понимаю что у меня ещё есть немножко сенчи ипода которую мне мой друг драгоценный купил в киото и задарил ну из Японии прислал грубо говоря но как бы она закончится а вот тут сенча и так как я не знаю она раньше была очень хорошая это гринфилдовская сенча иногда у гринфилда очень даже неплохие вот эти купажи бывают чая даже пуэр когда-то очень давно я у гринфилда покупала в пачке уже знаете лет 8 если не 10 назад очень хороший был по качеству но как бы всё имеет свойство портиться вот чисто зелёный чай от гринфилда мне не нравится чёрный чай от гринфилда я тоже как-то не особо но будем надеяться что она всё ещё та же всё ещё хорошая хоть она и закупается в Японии опокоятся в Рашке но она по крайней мере не китайская а именно честно японская вот тут тоже ещё одна пачка в 100 граммов зелёного чая я к тому что мне вроде как пообещали зелёный чай снова прислать в обмен на сладкую штуку ух ты слушайте оно тут это упаковано в какую-то такую коробочку пластиковую это действительно вот так вот там по пачкам можно было купить по 52 с чем-то по-моему и по 40 рублей вот эти может больше уж не помню 40 рублей вот этот пачечка тут 50 грамм 3 пачечки по 50 грамм Харле чай я так поняла что это короче какой-то чай который мусульмане друг другу дарят чтобы выразить своё почтение там даже в комментах кто-то писал что покупал этот чай исключительно вот для этой цели в общем вот это той же фирмы тут какая-то красивая церква нарисована не знаю мусульманская или православная ну в смысле христианская а здесь по-моему мой любимый вкул шариф казанский кажется вот я такой вот покупала уже когда-то давно вот именно его по-моему в Казани только была чуть больше возможно пачка сейчас бы понять как бы это вскрыть а вот оно сбоку открывается и вот такая вот пачечка вот так индийский черный байховый чай 50 грамм чай черный байховый индийский среднелистовой ФБОП Асам Рейфилд по заказу Рейфилда изготовитель чайная компания Премьер короче изготавливал в Калужской области для по заказу фирмы из Москвы ну я его сунула обратно не совсем так ну да ладно у меня пока там есть черный чай я может быть когда закончится богиня то вскрою вот эту маленькую пачечку ну или как получится в общем сейчас у меня запаса 350 плюс еще там 200 550 грамм черного чая у меня в запасе сейчас не считая неполную пачку богини и вот что у меня тут еще первая чайная компания макте крупный я совсем забыла я же макте заказала себе еще потому что у меня есть но макте там сицилиане я еще добавлю был как бы макте просто макте сицилиане я помню их смешала вместе потому что мне надо было что-то освободить в итоге вот у меня макте сицилиане только остался и то вроде его не очень много ну и макте вот надо макте вот такая огромная пустая коробка теперь даже вот так покажу как она завтра я в сад намылилась я давно туда намыливаюсь чтобы снести мусор который можно сжечь а тут еще и меня как бы и послали по делу как бы сказали сегодня или завтра но я была в тот момент несколько дальше чем сад находится и все равно бы не успела до темноты в этот сад короче пять тысяч один сумма не сумма а вообще цифра тегуанинь китайский зеленый чай срок годности три года сто грамм чайная компания время чая так как как бы я люблю гуанинь у меня по-моему он вообще закончился давно у меня остался только улун женьшеневый с такими камушками и мне как бы задарил зритель внезапно гуанинь со всякой добавкой я считаю что это как бы извращение такими элитными чаями ну как бы вариант можно попробовать я видела этот манговый улун есть улуны которые вот ну там молочный улун нянь-сянь-сянь-сянь это уже изначально как бы сделали да вот в том месте где он рос полили чем надо кустик он благоухает или выпарили над молоком или сливками это я про те пролитные чайи говорю а не то что химическое дерьмо которое самый третисортный десятисортный самый парашный короче улун гуанинь который с химическим ароматизатором сбрыснули и за огромные деньги при каком-нибудь супер бренде продали а именно нормальный аритийный чай ну и вот как бы сам по себе там гуанинь хороший сам очень и попробовать такой вариант гуанинь смешали с чем-то я обычно гуанинь иногда когда мне совсем скучно было раньше смешивала допустим бутонами роз еще с какими-то травами цветами а тут вроде как вкус вилл сделал вот попробуйте ну спасибо зритель последнюю заварку допиваю потом в пустых пакетиках будет там много вообще будет в этот раз пустых пакетиках этих коробочек из-под чая я как-нибудь постараюсь в марте все-таки записать наклейка на пакетике и такая же наклейка на коробочке ну в смысле на самом пакетике внутри ну я решила что раз уж у меня есть бонусы я решила себе сделать запад зеленого чая то почему бы не заказать что-то такое что мне нравится и давно не было вот у нас я тоже прочитала там отзывы как бы чокак улун тегуанин время чая вот так он тут зафигачен что так интересно зафигачит прям как змеечка я не буду сейчас скрывать конечно возможно зря что я не скрываю чтобы показать что и как но если вам хочется вы просто дайте мне знать каменты я сделаю отдельный обзор чая честно сделаю обзор если будет желание у кого-то честно сделаю обзор чая а не как я обычно там обещаю обозреть а потом в итоге у меня чай выпивается или каментов нету типа вот да хотим такое или есть какой-нибудь камент я вроде как обещаю причем не конкретно к этому чаю допустим относится этот камент типа я люблю там чайные обзоры все такое и я как бы обещаю сделать а потом получается так что как-то сложились обстоятельства что чай уже выпился и в лучшем случае была фотка в инстаграм дата расфасовки 4 февраля в общем вот улунчик дальше у нас идет колодец дракона я вообще сначала хотела купить себе тупо колодец дракона а потом думаю колодец дракона все равно как бы надолго его не хватит последний раз я покупала колодец дракона когда мы с пеньком я не знаю вообще она меня смотрит или нет Маша фамилию не помню честно короче пенек которая Маша которая я ездила уже 2 года получается или 3 года назад в Москву когда мы еще с Викой познакомились Вика она там в инстаграме есть в общем у пенька насколько помню была какая-то супер экстравагантная страница вконтакте но я как бы не подписана была просто помню что она была страница суть такая что с пеньком мы были в коломне и там я покупала в музее как раз пачечку 50 грамм этого колодца дракона и вот с тех времен у меня больше не было колодца дракона у нас вот эти магазинчики там есть обзор чая который я как бы еще не монтировала но перед Новым годом писала обязательно смонтировать как раз у меня сейчас идет период монтажа того что накопилось с прошлого лета но есть ролики которые накопились еще и год с лишним назад я их тоже сделаю честно даже ролик который один из первых роликов который я снимала на эту камеру когда только-только купила и я очень хотела как бы Луидзин но колодец дракона Луидзин Лунзин Луидзин где как пишется но у нас колодец дракона в глаза не видели на слух не понимают и в двух магазинах чая на развес его как бы не возят не знают и не купить ну и в Ашане я как бы не видела может ну как бы там я забыла совершенно что в Ашане можно купить отличный Пуэр фирмы которая мне всегда нравилась и даже немножко другой фирмы и он будет намного дешевле и качественнее чем то что я покупала на развес в двух местах или допустим то что можно купить в Ярике на развес пустая коробочка будет в пустых почетиках с чая который на развес из Ярика органик арт лудин колодец дракона 100 грамм элитно китайский чай он 300 рублей стоит ну за 100 грамм вот это вот я может он как бы шел по скидке я уж не помню но вот я оставила короче 300 рублей за этот пакетик сроком он до 30 января 22 года и сделан он у нас 30 января 20 года ну в смысле расфасованно и упаковано срок годности 2 года дата изготовления страна происхождения Китай поставщик сырья 3О ч.к.слот производитель метрополис о-о-о ну короче взяли рассыпали заштамповали и поехала и он кстати точно так же запакован как вот этот вот время чая время чая такая же вот фигнюшка сзади как бы змеечка ну и у нас наклейка озон конечно ее же никуда в другое место присобачить нельзя дорогой озон если ты это увидишь то какого феерического бога ты наклеил вот эту наклейку вот я-то ладно в курсе как его заваривать а другие не в курсе и будут стидеть и страдать а чай настоящий шедевр напиток назвали в честь колодца дракона который располагался за чертой древнего храма с аналогичным названием а дальше наклейка озона все скрывает ну как бы это можно прочитать и на сайте озон ну и последнее последний чай запакован даже в эту типа как пищевая пленка первая чайная компания tgroup.ru www.peritygroup мотэ крупный напиток из листьев и стебля дерева падуба парагвайского очень популярен в Южной Америке имеет много полезных свойств нормализует работу всего организма атомизирует и прибавляет сил да после пяти вечера лучше его не заваривать иначе будет дико бессонница будете так работать 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 будто кофеина в таблетках долбанули улучшает настроение успокаивает нервную систему ароматизированный чай я вроде заказывала не ароматизированный ну и я в отзывах читала там есть люди конечно пишут отзывы иногда бывает вот на чай читаешь так офигеваешь откуда такие берутся и они я понимаю откуда все примерно оттуда выберутся но суть такая что люди как бы не в курсе что такое мотэ и пишут ну человек который не в курсе что из себя представляет мотэ делает заказ ставить там меньше звездочек чем пять пишет негативный отзыв тупо потому что он профан вот вообще так иногда бесит когда такие люди не понимая что они как бы хотят приобрести что они приобретают пишут что-то такое негативное вот оно кстати дата изготовления мой день рождения в этом году и годен дом моего дня рождения 22 года кто не в курсе мой день рождения день святого Валентина 14 февраля 100 грамм масса нет там я не помню почем он был в общем у меня есть матешечка кому интересно есть плейлист моя чайная коллекция и там как раз есть ролик про вас помню давно снимала по просьбе какого-то зрителя вообще зрительница какой-то ну как бы собиралась и так снимать ну я когда-нибудь обозрю то что у меня там на поддоске стоит это вообще из городца точнее это из Макарьева сувениры подарки ну покупала я в Макарьеве как раз выходя с теплохода у нас там стоял лоточек такой на пристани я там же и купила кофейные чашечки в общем вот такой у меня обзор заказа сазон чайный для чая с едой и для еды всем спасибо кто осилил ну и опять же напоминаю если вам все-таки интересно отдельный ролик про чай какой-либо из всех что я тут обозрела то дайте знать в комментах я постараюсь сделать отдельный обзор может быть чистый обзор чая как он там выглядит вблизи покажу камера с руками не только с руками еще и с лицом не только с лицом отдельно с руками ну или же сделаю еще и попутно как завариваю в чайничке так это пну саму себя скажу Лёля давай сделаем чай на свечке или просто заварю и покажу как он вблизи выглядит и если вас заинтересует вы можете такой приобрести в общем всем спасибо за просмотр всем пока